всем привет друзья мирного неба над головой скажите пожалуйста как в ваших городах обстоит ситуация у нас идет эпидемия гриппа все болеют пьем сейчас я вот пью чай представляете с лимоном чтобы принимать живой витамин c и вот буду разделывать медовая помыла друзья это натуральный цитрусовый антибиотик витамин c вот надо его принимать апельсины у нас какие-то не такие я не знаю откуда привезли к нам регион апельсины мандарины вообще никудышные друзья вот решила взять помыла буду его разделывать и посмотрю что будет внутри тоже может она тоже какое-то кислое общем всем хочу вам пожелать друзья здоровья сегодня завтра и навсегда мои хорошие не болейте берегите себя очень много людей заболело и болеют почти в каждом доме есть больной понимаете страшная пошла эпидемия гриппа потому что заморозки у нас были чуть-чуть потепление и все после развода людмила уехала за границу на постоянное место житель это решение далось ей непросто бывший муж не стал препятствовать людмиле поскольку у него уже была другая избранница категорически были против такого решения родители людмилы людмила критику родителей воспринимала болезненно поскольку всегда была любимицей и папиной дочей у людмилы был еще брат который после армии остался в том городе где служил женился первое время на новом месте не было особенно так трудно людмила сразу устроилась на работу сняла квартиру и для начала неплохим стартом сыночка устроила в школу и обрел новых друзей при каждом разговоре с родителями по телефону давили на людмилу находитесь чужой стране кто вам будет там помогать как у вас дальнейшая жизнь сложится внучок наш все время один дома ты целыми днями пропадаешь на работе как вы будете жить мы здесь переживаем может уже пора возвращаться домой все время давил на не лати людмила отвечала что все у нас хорошо мы даже не можем в гости к вам приехать потому что при оформлении гражданства и получении вид на жительство мы не можем покинуть страну даже на кратковременный выезд потому что мы теряем наш статус проходит буквально их разговора месяц звонит поздно вечером отец говорит заболела мать и я не справляюсь сказал отец что случилось нужны деньги или лекарства плакала людмила чем могу помогу мама и соль требуется уход давай наймем сиделку для мамы предложила людмила все расходы буду оплачивать я обратно сказал что он не может даже приехать побыть даже немножко с матерью потому что живет другом городе семья дети и работу не может оставить ну конечно мы своим детям не нужны сказала мать пусть нас приходят и досматривает чужие люди людмила винила себя пыталась принять правильное решение и сильно переживала по этому поводу у нее была хорошая работа стабильная зарплата толику нравилось он уже привыкал но там на родине остались родители и которым требуется моя помощь что разрывало сердце людмиле по профессии людмила была педиатром но за границей надо переучиться так как наши дипломы там не проходят она устроилась в клинику санитаркой была оформлена но выполняла работу медсестры может передумаешь и останешься сказал хозяин клиники частная клиника была аль отпускать добросовестную и ответственную сотрудницу я бы очень хотела остаться но не могу из-за семейных проблем поступить иначе другого ответа у людмилы не было вы понимаете что потеряете право на оформление гражданства случае выезда из страны за время проживания у них появились близкие друзья хорошие знакомые толик вообще никуда не хотел уезжать но мама приняла решение домой она уезжала с потерей чего-то важного людмила была уверена в том что она не может поступить иначе до чувства ответственности и долго перед родителями поскольку у людмилы не было своего жилья сыном жили у родителей пока отец был на работе всеми домашними делами и за уходом за мамой занималась людмила когда стала маме лучше людмила решила устроиться на работу ну что запасы уже были на исходе а на зарплату отца долго не протянешь как бы они жили бы вчетвером вместе родителями если в жизни людмилы не появился бы евгений они познакомились на работе и сразу пронзились взаимной симпатии к друг другу первое время евгений приезжал постоянно в гости к любимой и помогал по хозяйству а потом предложил жить вместе у меня в городе большая трехкомнатная квартира и мы можем спокойно жить втроем предложил евгений это недалеко от поселка родителей будем ездить в гости и как любой момент когда понадобится какая-то помощь мы можем приехать я согласна к таким переменам в любую минуту ответила людмила осталось только обсудить о нашей новой жизни сыном и с моими родителями сын тут же поддержал мать и сказал мама я не против едем не считаю эту идею очень хорошей и правильной нервничала мать еще неизвестно как чужой человек отнесется твоему сыну и к моему внуку мама я сынаш не отдаю рабство мы будем жить вместе одной семьей отвечала людмила евгений хорошо относится к толику в комнате уже делает ремонт подготавливает комнату для сына я же не могу жить одна или ждать пока сын женится для того чтобы мне наладить свою личную жизнь конечно нас с отцом в твоей жизни нет если тебя послушать как будто ты вообще одинокая и несчастная в этом мире людмила не была готова отказаться от своего счастья на которое имела полное право только родители не проявляли никакой малейшей радости появление потенциального зятя у евгения была своя мастерская он занимался столярной работой и у него не было свободного времени ездить в деревню вот им им знаете что хотелось родителям людмилы чтобы он приезжал им там полол травку на огороде обрезал деревья на это они злились что твой муж не помогает нам ни в чем но если парень занимается своей работой что он должен был сидеть у них деревне и цапать им картошку могу же я все время сидеть возле вас так мы говорит не о себе а тебе говорит больше переживаем что там за мужчина ты жить вместе собралась главное что мне понятно и устраивает меня полностью я решаю за свою жизнь тут уже у людмилы включился мозг и она начала отстаивать свои права и на этом тема закрыта хватит я всю жизнь не буду под вашу дудочку плясать ответила людям первое время родители пытались расспрашивать толика подробности их совместного проживания но толику нечего было рассказать они жили нормально и отчим его никогда не обижал на выходные брал толика к себе столярный цех и учил его тоже техники работы сначала евгений терпел и искал варианты примирения с родственниками потом перестал ездить в гости и людмилу просил не впутывать в их личные отношения всем твой избранник не уважает нас даже не считает нужным проведать нас недовольно говорили родители раз такой гордый твой мужик пусть вообще не приезжает к нам и никакая помощь нам не нужна а ты дочка подумай и сделай правильный выбор о тебе ближе и роднее родители или чужой мужик почему я должна выбирать между тем что мне хорошо и тем что хотите вы нам столиком было жить хорошо на новом месте но вы нас оттуда сорвали и вернули теперь мы постоянно рядом и всегда помогаем вам и опять не так мамочка моя это мой выбор и я решаю как мне быть испортить мне свою семейную жизнь вот так ответила неужели есть такие родители которые ставят выбор нельзя так детям надо дать свободу выбора я считаю так ваше мнение пишите в комментариях пока я и все вот эти рассказы рассказываю друзья да как будто переживаю я сама вот переживание какое-то у меня не знаю ну что на этом хочу попрощаться друзья чтобы ролик не получился длинный берегите себя не болейте пейте витамины пожелаю здоровья берегите себя своих родных и близких ставьте лайки если вас это не затруднит подписывайтесь на наш канал и всем пока пока до новых встреч удачи